Возможность ходить Возможность ходить это то, что мы воспринимаем как само собой разумеющееся. Но для тех, кто лишен этой возможности, каждый шаг это цена невероятных усилий. И благодаря современным технологиям, а именно экзоскелетам, те, кто раньше не мог передвигаться без помощи близких, могут получить шанс на независимость и свободу. Аиде Алшимбаеву 19 лет. Уже с рождения было заметно, что она отличается от остальных и развивается гораздо медленнее. Когда ей было два месяца, врачи сказали, что у нее киста головного мозга. И уверяли, что со временем она пройдет. Но время шло, а ребенку не становилось легче. Тогда ее мама решила обратиться за помощью к зарубежным специалистам, где ей сделали точное заключение и сказали, что у Аиды детский церебральный паралич. Голову она подняла в 9 месяцев. То есть до 9 месяцев голову не поднимали. С поддержкой начала садиться где-то полтора года. Более-менее садиться. Про то, чтобы стоять, то есть ходить, ползать, мы начали очень поздно. То есть все это время мы занимались. В Китай мы ездили, когда нам было 3 годика, 2,5 годика. И мы там были месяц ровно. То есть ровно месяц, месяц обследований. И в итоге нам сказали, что интеллект сохранен. Я очень сильно плакала, когда этот вариант узнала, потому что всем, кто был рядом, давали неутешительность, что интеллекта нет. В общем, овощи. А все остальное сказали канфу, канфу, канфу. То есть реабилитация, реабилитация, реабилитация. Мышечная память. Развивайте, развивайте и просто работайте. Поэтому у нее очень хорошая память. То есть то, что свое, природное. И плюс то, что это постоянно разрабатывалось. Мышечная память, которая у нас работает на автомате для выполнения определенных движений и действий при заболевании центральной нервной системы требует постоянной тренировки и поддерживающей реабилитации. Поэтому Эльмирал Шембекова все детство возила свою дочь по разным городам. Да, пока маленькая была, как говорится, сумку в зубы, айку на плечо. И поехала куда угодно. К Казаларду, Казаларду, в Астану, в Астану. То есть сейчас уже, когда она ростом с меня, хотя она очень боится поправиться, но уже тяжело. И, как говорится, моя поясница не выдерживает таких. И, в общем, очень сложно. И таких родителей, у которых уже дети выросли, тоже очень сложно. Конечно, лучше всего постараться и заставить ребенка ходить годиком к 3-4-5, но хотя бы к 10. Но не у каждого так получается. У нас, допустим, с нашим диагнозом вообще, как бы сказали, вы будете лежачие. То есть это уже не лечится, это не восстанавливается. Просто надежда на то, что все-таки что-то изменится, и мы научимся хотя бы по чуть-чуть. Хоть как, криво, косо, но ходить. Вот это наша основная задача. Задача, цель, мечта. Сама Аида очень любит рисовать и читать. Девушка увлекается восточной литературой и мечтает, что однажды, когда она научится самостоятельно ходить, у нее появится возможность поступить в университет. Аида уже даже определилась с факультетом и местом обучения. Я хочу поступить на литературный факультет в Турции. Хочу изучить всю их литературу. Меня всегда манил Восток, восточные страны и восточная литература. Хочу их поэзию, их законы, культуры. Мне всегда был интересный Восток. Ну, естественно, мечтает, как любой ребенок, о том, чтобы путешествовать. Вот мы горим, мы хотим куда-то ехать. Мы не хотим на улицу. Мы хотим куда-то далеко. То есть мы постоянно мотаемся на самолете в Астану, на самолете в Казварду, на поезде. То есть считайте, что с двух месяцев мы постоянно куда-то катаемся. Поэтому у нее тоже есть желание еще и за границу выехать. Мечтает. Мечтает даже, как и любой человек, я думаю. Каждый об этом мечтает. Мечтает, хочет учиться. Я не знаю, когда это будет. У нас есть, конечно, как инвалиды первой группы пожизненно, есть возможность на бюджетное поступление. Но пока ждем, пока не научимся ходить. Я просто ее не смогу возить по этажам. Мечта Аиды Алшимбаевой стала гораздо ближе с появлением в ее жизни экзоскелета. Это техническое средство реабилитации, которое позволяет ей регулярно заниматься дома, чтобы научиться ходить. Аида стала одной из немногих, кому удалось получить такой аппарат. В Алматинской области она единственная обладательница экзоскелета. С экзоскелетом, вернее, с локоматом мы познакомились в Астане. В Астане, в реабилитационном центре для детей. Мы там видели, есть такой локомат, очень хороший. Мы прям восхищали, что он заставляет ребенка двигаться. То есть мышцы, это все контролируется, это все делается. И мы всегда мечтали, что в домашнем варианте такой же аппарат. Мы проходили полное обследование. То есть обследование и травматолога, и, в общем, всех врачей. И потом только нам дали разрешение, что нам требуется такой аппарат. И через киберфонд вышли уже на фонд Казахстан-Халкна. Потому что осилить такую огромную сумму, это нам просто нереально. Это целый дом, целая квартира стоимости этого экзоскелета. Вот, конечно, мы можем много говорить об этом, но здесь реально очень большое спасибо фонду Казахстан-Халкна. Потому что сейчас никто никому не дает. Просто так, как говорится, такие дорогие аппараты. Аппараты, как говорится, ПСР, это технические средства реабилитации, такое дорогое удовольствие. Ну, фонд поддержал, и мы получили. В этой небольшой мастерской создают те самые уникальные экзоскелеты, которые улучшают возможности человеческого тела. Здесь каждый день пропитан творчеством и инновациями. Команда из трех инженеров работает в симбиозе, чтобы совершенствовать технические средства реабилитации и превращать задуманное в реальность. Мы занимаемся разработкой протезов вначале. Потом дети получали эти протезы от фонда, благотворительного киберфонда. Потом люди начали обращаться, которым необходимы уже экзоскелеты на ноги. Тогда мы задумались о том, чтобы разработать свой отечественный продукт. И это было три года назад. Тогда вот мы и начали. Вначале была проведена аналитика таких доступных, которые есть на рынке, аппаратов, экзоскелетов. Но поразила их цена высокая, то, что сейчас люди не смогут себе позволить. 100 тысяч долларов начинаются цены на экзоскелет. Цель была такая – сделать отечественный продукт, который будет дешевле, доступнее на рынке. Каждый из нас тоже вносит свои предложения, смотрит, где удобно, где неудобно, что ломается. То есть мы постоянно взаимодействуем с создателями, с конструкторами. И вот они предложили, что в зимний период на улице ходить с больным ребенком, тащить его через, как говорится, не у каждого есть дом. У кого-то квартира маленькая там. И тащить с третьего этажа каждый раз на первый этаж – это нереально. Поэтому нужно, чтобы он не простаивал аппарат, нужно сделать его мобильным. То есть на данный момент сделали вот беговую дорожку, чтобы мы всю зиму занимались. Ну, вначале, конечно, мы с бухты-барахты сразу от радости на целый час зарядили. Потом, конечно, мы успокоились, потому что начались резкие боли. Это все суставы разрабатываются. А им нужно постепенно, помаленьку, там, с 20 минут, с 10 минут, с 5 минут у кого как. На экзоскелете Аида занимается три раза в день – утром, в обед и вечером. Пять дней в неделю. В воскресенье обязательно выходной. Каждое занятие по 30-40 минут. В первое время боялась, что не смогу справиться, особенно за 5 дней обучения. И боялась, что не успею, что я всю эту технику не освою. Но потихоньку пыталась понять. Да, это хороший подарок для меня. Но каждый организм уникален, и каждый по-своему. Кому-то может быстро помочь, кому-то нужно очень долгое время, чтобы помогло. Для Аиды Алшимбековой это уже как обыденное дело, которое она не может пропустить. Сейчас после регулярных занятий на экзоскелете она уже может пройти от 5 до 10 кругов вокруг стола, опираясь на мебель, но стремится к тому, чтобы самостоятельно, без опоры и поддержки делать свои шаги. Девушка верит, что однажды ее ежедневные старания могут привести к мечте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова